Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в пятницу, 17 июня. Меня зовут, наконец-то, Александр, и сегодня с вами торговую сессию проведу я. И заключу событие, которое мы с вами должны обсудить. Это решение по процентной ставке Банка Англии. Вчера Банк Англии повысил все-таки ставку на 25 базисных пунктов, и валютная пара фунт-доллара на это очень серьезно отреагировала. Фунт вчера вырос с отметки 1,20 до 1,24, сейчас находится в коррекции, но эта коррекция, на мой взгляд, перед дальнейшим ростом, и рост может продолжиться до уровня 1,2550, возможно, даже 1,26. До этого значения продажи, я думаю, что лучше не рассматривать. Фунт постепенно выходит из нисходящего канала, так или иначе он в нем остается, но, как мы с вами говорили, рынок сейчас будет находиться в стадии коррекции после решения ФРС по процентной ставке. То же самое мы можем с вами видеть и по валютной паре евро-доллар. Евро-доллар вчера также показал восходящую динамику, это коррекция от нижних значений, и если посмотреть на график, евро-доллар сейчас также переходит в боковой канал, верхняя граница которого 1,0750, 1,0780. От этого значения, я думаю, цена опять-таки может развернуться и попробовать протестировать опять уровень 1,0350. На текущий момент времени продажи по фунт-доллару и по евро-доллару лучше не рассматривать. Краткосрочно, внутри дня я бы рассматривал позиции на покупку с целью поймать какое-то небольшое движение. Если говорить по поводу ключевых событий, которые предстоят нам с вами видеть сегодня, это в первую очередь потребительская инфляция, которая выйдет в Евросоюзе. Новость выходит в 12.00 по московскому времени. Инфляция так или иначе сейчас растет во всех странах, поэтому высокие данные по инфляции приведут опять-таки к росту курса евро. Логика здесь следующая. Если высокая инфляция, значит следует ожидать повышения процентной ставки, и, соответственно, это трейдерам воспринимается как позитивный фон, и евро начинает покупать. Посмотрим, как рынок отреагирует сегодня. Также сегодня в 15.45 выступление Джерома Пауэлла, председателя ФРС, который подведет итоги повышения процентной ставки, расскажет о планах на будущее и так или иначе вызывает волатильность на рынке. Джерома Пауэлла не всегда вызывает высокую волатильность, но так или иначе у его выступления всегда очень внимательно следят, за ними следят трейдеры со всего мира. Из также ключевых событий, которые можно рассмотреть на графике. Нефть марки Brent вчера все-таки отбилась и достигла отметки выше 120 долларов. На мой взгляд, что нефть сейчас будет находиться все-таки в таком боковом канале какого-то стремительного роста выше 120, по крайней мере, на сегодняшний день. И я не жду, и думаю, что будет такой боковой канал формироваться в районе уровня на 118-121, и выше этого значения, скорее всего, сегодня цена не уйдет. Позиции также лучше рассматривать только внутри дня, без переноса на следующие сутки. Давайте сейчас с вами откроем график и посмотрим, что происходит на рынке с точки зрения технического анализа. Итак, давайте начнем наш с вами обзор с валютной парой евро-доллар. Евро-доллар сейчас находится в таком коридоре, это график 4-4 часа, вот график D1. Смотрите, цена находится в диапазоне 1.0775 и нижняя граница 1.0354. Сейчас она находится посередине, если открыть график внутри дня, то мы с вами видим фигуру продолжения тренда, соответственно, логическое движение будет здесь, это откат к этому движению, и дальнейший рост с целью достичь верхней границы. Не то, о чем мы с вами обсуждали ранее, да, уже последующее движение, новый тест уровня 0.350. Евро-доллар пока рассматривают, пока именно такие цели. Валютная пара фунт-доллар. Ситуация точно такая же, здесь верхнюю границу можно поставить 1.26, нижнюю границу, откуда цена отбилась вчера, это 1.19-1.20. Соответственно, мы с вами сейчас находимся опять-таки посередине этого канала, внутри дня, как мы с вами видим, цена находится в восходящем тренде, соответственно, в течение дня я жду такого движения к уровню 1.2490-1.25, плюс-минус к этому значению. Посмотрим, как будут развиваться события нефтемарки Brent. Мы с вами говорили вот про вот этот нисходящий коридор, цена вчера от него отбилась, нижняя граница, которую мы вчера видели на рынке, это было 1.15, цена начала резко падать, потом резко откупили, и вот плюс-минус сейчас продолжает движение в этом диапазоне. Верхняя граница этого канала, уровень 120-1.21, и, соответственно, я не думаю, что сегодня цена выйдет выше этого значения. Индекс S&P 500. Вчера также протестировал свой минимум 3.637 долларов. По S&P 500 ситуация очень непростая, как мы с вами уже обсуждали буквально вчера. Перед тем, как падать дальше, я бы рассмотрел по S&P 500 коррекцию. И если действительно случится, уже от уровня примерно 4.000, если цена продолжит падение, мы можем здесь с вами войти в продажу до какого-то следующего значения. Что ж, это, наверное, все из ключевых событий, которые сегодня можно посмотреть на графике. Уважаемые 3D, это были все новости на сегодняшний день. Вам желаю успешной торговли, всего наилучшего. Зарабатывайте вместе с Амаркетс. До свидания.